Получить срок за лайк в интернете. Как этого не допустить, рассказал городской прокурор на комиссии по вопросам религиозных объединений. Суд разъясняет, что в совокупности с одним действием учитываются и другие. Были ли систематические публикации, которые могли бы оскорбить чувство верующих или какую-то национальность? Недавно в Уссурийске возбуждено дело. Мужчина разместил в интернете картинки, где изображены люди некоторых раз в уничижительной форме. По данному делу он вину-то признал, потому что действительно это он разместил. Но сейчас, видите, необходимо доказывать факт того, что он это делал, с целью именно унизить каких-либо людей. Следующий вопрос – помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, Приморский душепопечительский центр проводит реабилитацию нарко- и алкоголезависимых людей. За 13 лет существования вернули обществу десятки людей. В Уссурийске есть благотворительный центр ТАО. Представители поделились опытом проведения фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья, где эти люди смогли проявить свои таланты. Мы, организаторы этого мероприятия, конечно же, очень рады, что люди с ограниченными возможностями в рамках нашего фестиваля смогли снова показать, а главное доказать, что ничего невозможного нет. На фестиваль «Осень надежд СТАО» приехали люди с ограниченными возможностями здоровья из Владивостока, Покровки, Липовцев. Данный проект – возможность для социально исключенных граждан показать свое творчество, познакомиться с людьми. Такой праздник будет в Уссурийске ежегодным. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс.